Всем привет, друзья! Сегодня 13 июля, со мной произошла с утра не очень приятная ситуация. Ко мне приехали двое сотрудников полиции, также двое сотрудников спецназа вооруженных. И предоставив свое удостоверение служебное, без протокола задержания, попросили меня проехать к начальству ДВД. Я, чтобы не создавать никакой паники, я не собирался оказывать какого-то сопротивления, даже мысли не было. Я сел в машину и проехал к начальнику ДВД. Конечно же, я позвонил своему адвокату, адвокат был в пути, мы зашли в кабинет начальства, адвоката не запустили в здание ДВД. Я просил, я говорил, я хотел бы, чтобы адвокат присутствовал, но не запустили. Зашли к начальнику криминальной полиции, Еркину Ильясовичу, там на меня было оказано психологическое давление, намеки с угрозами, что мы тебя посадим. Хотя я не делал ничего такого, я не призывал к какому-то там восстанию или там митингу, я не оскорблял никого. Я просто снял Вайн, так как я снимаюсь в фильмах. Четыре года назад я снял видео Вайн с черным юмором, но там я никого не обижал. Вот, и это видео сейчас было, и, соответственно, появился ко мне такой острый интерес. Вот, адвоката моего все время не пускали. Потом, когда мы все-таки договорились с начальником, что я сниму видео с опровержением, я снял. Вот, и после чего меня завели к другому начальнику. Вот, и там уже мне сказали, все, допрашивайте его, передавайте дело в суд. Вот, и я так понял, что напрасно, наверное, я снял видео. И потом все-таки разрешили. Спустя там, может быть, два часа мой адвокат сумел зайти в здание ДВД, был рядом со мной. Вот, и адвокат задавал вопросы, есть ли состав преступления, на что они не могли ничего ответить. Вот, в общем, потом мы опять зашли к начальнику криминальной полиции, где начальник криминальной полиции начал, скажем так, неуважительно говорить уже и с моим адвокатом. Он сказал, сейчас вы вдвоем поедете в ВВС, в изоляцию, в изолятор вдвоем, короче, с адвокатом. Вот, и если надо, короче, куда, типа, куда я схожу, туда поедете. Вот, и я, честно говоря, не знаю, что сейчас будет дальше. Я, многие знают, что я актер, певец, композитор. Вот, я никогда не проявлял агрессию не в чью сторону. Вот, но ведь полиция, ведь это орган, который должен защищать нас. А я просто сейчас не знаю, где искать защиты от защитников, вот, скажем так. Поэтому хотел бы обратиться ко всем своим коллегам, кто поддержит, выложит. Если вдруг что-то пойдет не так, меня больше пяти часов просто держали незаконно. Ну, там максимум три часа только могут держать. Вот, а продержали около пяти часов. Вот, и причем я был не задержан. Потом мы с моим адвокатом пошли еще к какому-то заму. Там мы около 20 минут ждали. И в итоге, когда мы поняли, что нас просто так, ну, держат и не отпускают в то же время, там, мы не задержаны. Адвокат сказал, ну, тогда пошли. И вот мы, скажем так, ушли из здания ДВД. Такие друзья. Всем ас-салам алейкум. Всем мира, добра. Пусть все будут живы и здоровы. С уважением, Кентал.